12 августа 1989 года над верхушками деревьев завис огромный металлический диск в глаза ударил яркий свет еще мгновение и Андрей оказался на борту космического корабля все происходило молниеносно молодого человека куда-то повели невысокие серые существа силой положили Андрея на стол и закрепили руки и ноги в специальных фиксаторах в следующее мгновение инопланетный хирург приступил к операции может быть история похищения музыканта Андрея Школина просто выдумка это было бы так если бы не одно но инопланетные гости оставили в теле молодого человека улику сегодня Андрей единственное на земле живое доказательство контакта людей с инопланетянами меня зовут Анна Чапман и я начинаю расследование это ставит медицину в тупик первая реакция вообще вот такая эксперименты над людьми были случаи когда они были прямо безударно внедрены в кость чипы изменяющие человеческое сознание для того чтобы контролировать человек таинственное исчезновение людей более десятка тысяч человек в год улики неземного происхождения это появляется значит и кому то нужно и почему те кто это видел боятся говорить правду зеленых три человечка вот где у этого маленького острова видели каждый из тех кто столкнулся с чем-то действительно страшным стараются как можно быстрее об этом забыть это называется вытесняющее свойство памяти так поступил и Андрей здравомыслящий человек который в НЛО никогда не верил очнувшись на лесной поляне посчитал что произошедшее с ним странный сон и постарался как можно быстрее о нем забыть но спустя почти 20 лет визит в городскую поликлинику подмосковного Одинцова буквально перевернул его жизнь результаты обследования поставили врачей поликлиники в тупик в груди Андрея находился инородный предмет у вас говорит металлический предмет гвоздь говорит легких здорово пришел от бронхита лечиться это поражает воображение на рентгенограмме грудной клетки человека отчетливо виден металлический стержень примерно 4 сантиметра длиной сначала музыкант не поверил первой мыслью было это какая-то ошибка полученный снимок бракованный Андрей решил пройти еще несколько обследований в других клиниках меня обследовали уже я говорю в 5-6 клиниках всей страны все одинаково там вот первая реакция врачей вот такая говорят ну вы нас надо разыгрывать ну это же не может быть этого не может быть эти слова повторял Андрей всякий раз когда читал очередное заключение врачей выяснялось что металлический стержень похожий на болт находится не в грудной клетке мужчины а прямо в позвоночнике всего в одном миллиметре от спинного мозга когда мы проверили его с помощью металлодетектора то он подтвердил что это действительно цветной металл не чисто даже как цветной металл а вот есть такие металлы как допустим типа ртуть ртуть тоже металл и он немножко вот ближе к таким металлам андрей не понимает что это значит и каким последствиям ему готовится врачи разводят руками у них нет объяснения этому феномену на томографическом снимке обнаружили уже резьбу ну то есть внутренность сама внутренность капсулы металлическая а сверху уже из другого тела резьба как бы вроде ну и в виде резьбы потому что надо было это видимо вкрутить каким образом в позвоночнике андрея оказался четырехсантиметровый металлический объект на теле у него ни единого шрама ни на спине ни на груди операций ему никогда не делали или делали единственная версия андрея тот августовский день 1989 года лес летающая тарелка серые человечки и операционный стол эти случаи достаточно специфичны более того не весьма разнообразны в результате которого потом в организме врачи обнаруживали иногда в присутствии странных шрамов напоминающих хирургические операции иногда при полном отсутствии каких-либо шрамов вот эти инородные объекты имеющие иногда сходство с радиотехническими элементами были случаи когда они были прямо безударно внедрены в кость о том что происходит андрей долгое время ничего не рассказывал ни друзьям ни родным боялся не поверят он не долго не говорил он когда сходил в больницу и первый раз сделали эти снимки я про это не знал у него был бронхит и только через некоторое время через месяц или через два он мне рассказал знаешь вот эти тогда не сказала у меня там неизвестно что это как что-то в легких ежегодно десятки тысяч людей по всему миру заявляют о том что стали жертвами похищения инопланетянами уфологи утверждают истинный масштаб катастрофы от нас скрывают что если представители внеземных цивилизаций уже давно проводят массовые эксперименты на людях со временем андрей вспомнил все детали той ночи он утверждает 12 августа 1989 он действительно находился внутри некоего летательного аппарата на операционном столе не чувствовал боли но осознавал что ему делают операцию в какой-то момент операции андрей потерял сознание очнулся уже на лесной поляне около дерева с точки зрения здравого смысла поверить в это невозможно не ну я конечно знаю но поставили мне реально поставили прооперировали поставили говорили со мной долго я вот сейчас то уже все вспомнил но не все 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 конечно невозможно но у меня картина собирается не в памяти а в образах по нашей просьбе загадочный предмет в позвоночнике изучил независимый медицинский эксперт он долго рассматривал снимки копался в справочниках созванивался с коллегами и осматривал кожный покров Андрея я оперировал на позвоночнике неоднократно и многократно здесь никаких следов никаких следов так снимите рубашку обычно тело позвонка может быть передний доступ справа правую руку на голову здесь никаких следов хирургических доступов нет как и кто внедрил металлический стержень в тело человека не оставив при этом ни единого шрама на земле еще не создана технология которая позволила бы провести такую операцию у нас нет таких технологий абсолютно это невозможно 4,5 сантиметра длина и толщина 65 это невозможно ни в Томске, ни в Москве, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке вопрос второй какую функцию выполняет загадочный металлический предмет наш эксперт обращает внимание на место расположения импланта пятый грудной позвонок уровень спинного мозга рядом звездчатый узел все сердечные, грубо говоря, проводники управления идут и тут стоит вот эта штука дать научное объяснение увиденному медицинский эксперт не может зачем нужен металлический стержень в позвоночнике сам Андрей утверждает эта неизвестная штука в спине его лечит у меня какая-то была болезнь достаточно страшная ну скажем рак и скорее всего этот артефакт он его в общем убрал у профессионального врача другое мнение он позволяет себе смелый но слегка антинаучный вердикт возможно артефакт внедрили чтобы контролировать поведение подопытного человека чип кроме как чип могут быть инопланетяне поставить когда инопланетяне похищают они ставят чипы детекторы для того чтобы контролировать человека провести более подробную экспертизу невозможно показать предмет детально могла бы магнитно-резонансная томография но сделать ее нет возможности магниты способны повлиять на положение металлического стержня в этом случае Андрей может получить серьезную травму буквально в миллиметре спинной мозг еще рискованнее пробовать извлечь предмет хирургическим путем да он проходит очень близко от мозга костного там и конечно могут быть повреждения современная наука не в силах объяснить этот случай теперь позвоночник Андрея как сейф в котором спрятано неопровержимое доказательство того что контакт с внеземными цивилизациями реальность далее в программе карельская аномалия объект летающий упал в озеро агалмани колоссов кого наблюдали рядом с местом крушения оно имело очень непропорциональное телосложение большая голова и почему именно в этом районе особенно часто исчезают людей более десятка тысяч человек в год я раскрою все тайны за 70 лет наблюдений исследователи выявили одну важную закономерность НЛО не появляется где попало как правило пришельцев интересуют конкретные зоны Карелия одно из самых загадочных мест на земле аномальная зона где неопознанные летающие объекты появляются часто жители маленького карельского поселка ведлозера часто рассказывают о встречах с пришельцами в этих краях НЛО видел каждый второй появилась эта фара потом от нее отделилось два маленьких шарика вот таких они отошли два в стороны один вниз и пропали вот примерно вот там ну дальше лес вот сюда поднялся и сел вот на наш картофельный аномальная слава этого района началась осенью 1928 года в поселке ведлозер на глазах у десятков местных жителей в небе появился огромный летающий объект пролетев над домами он рухнул в озеро свидетелей этого происшествия уже не осталось в живых но каждый житель поселка слышал от своих родителей бабушек и дедушек истории о том что же происходило в тот день 2028 году это какое-то говорят ну даже писали объект летающий упал в озеро около маленького острова ну и после этого вот это началось первые годы это 2028 году первые годы говорят они еще даже когда рыбачили буквально весном до него и дети купались и говорят прямо вставали на него когда вот воды поменьше было об инциденте сразу же было доложено в НКВД чекисты оцепили район и начали изучать загадочный предмет подозревая в нем неизвестное оружие вероятного противника объект объект упал в озеро недалеко от берега и находился на глубине около 7 метров достать его не представлялось возможным техники чтобы обследовать дно водоема и уж тем более поднять предмет на поверхность тогда не было тем не менее следственной группе удалось собрать ряд данных которые немедленно были засекречены то есть многие говорят что тело было материально реально совершенно абсолютно неопознанное и непонятное но когда мы туда приехали в восемьдесят седьмом году его там уже не было причем каким образом исчезло оно этого никто сказать не может в тысяча девятьсот тридцать третьем году жители поселка ведлозеро и других окрестных деревень стали замечать в районе озера некое таинственное существо оно имело очень непропорциональное телосложение большая голова очень длинные руки коротенькие ножки и само метрового роста ну мальчишки даже начали бросать него камнями был ли то хозяин потерпевшего крушения летательного аппарата анализируя сотни тысяч описаний пришельцев исследователи пришли к определенному выводу в восьмидесяти процентов случаев люди описывают встречу с неким зеленым существом с худым телом огромной головой и мандалевидными глазами именно так описывали пришельцев жители карельского поселка есть сохранившиеся свидетельства жителей деревни пришельцы выглядели кроткими и безобидными чаще всего просто сидели на берегу озера к жителям села не приближались а те и сами боялись подходить вот единственная сохранившаяся нечуткая фотография в 1928 году ее сделал ведлозерский фотограф-любитель через несколько месяцев после крушения летательного аппарата странные существа исчезли зеленых 3 человечка вот маленького островка видели вот они какие-то зеленые но это легенда от стариков мы-то помоложе были это было такое но как выяснилось внеземные гости не исчезли вовсе из жизни местных жителей скорее наоборот после падения летающего объекта в 1928 году в карелии началось настоящее нашествие НЛО в поселок ведлозера летающие тарелки прилетают как по расписанию каждый март до сих пор в прошлом году и в позапрошлом году в марте месяце в двадцатых числах значит НЛО находилась над стороне рожноволока как бы вот пожарная часть у нас есть и там чуть дальше такое светящийся объект шарообразной такой круглой формы даже представители власти официально подтверждают над поселком неоднократно замечали НЛО неоднократно вот весной я наблюдал вместе со своей семьей и с жителями нашего села объект который зависал над озером наблюдали вот типа пирамиды со светящимися огнями к которому прилетали звездочки и которые как бы улетали от него и туда примерно вот вот что это эти уникальные кадры удалось сделать жителям поселка Ведлозера в 2010 году когда НЛО в очередной раз появился над озером и надолго завис в воздухе это произошло 16 марта 2010 года папа вышел на улицу прогуляться перед сном как обычно у него это бывает и забежал домой и сказал что у нас над озером что-то непонятное когда я увидел это я пошел домой сказал дочке возьми видеокамеру и направ вот она с форточки снимала мы два года подряд снимали в 2009 и в 2010 и буквально одно и то же что первый раз то и второй раз складывается впечатление что где-то в Карелии проходит межгалактический хайвей космический аэродром или некое окно через которое в наш мир проникают пришельцы из других миров и в котором в свою очередь пропадают самолеты корабли и люди может быть настало самое время говорить о карельском треугольнике как об одной из самых крупных аномальных зон в России жители аномальных зон в Карелии часто шутят мол НЛО они видят чаще чем людей но многим уже не до смеха ведь жизнь по соседству с братьями по разуму часто оборачивается самыми трагическими последствиями Карелия знаменита своими дремучими лесами многочисленными озерами и непроходимыми болотами ежегодно множество людей здесь пропадает без вести но всех без исключения пропавших списать на стихию не удается людей пропадает много и очень много пропадает людей по абсолютно непонятным причинам чему невозможно дать никакого рационального объяснения мы ведь боимся непонятного непознанного а тут раз был человек нет человек причем он не возвращался все он исчез то есть это было исчезновение окончательное то есть люди потом не возвращались жители карельского поселка ведлозера знают между появлением летающих тарелок и исчезновениями людей есть прямая закономерность в марте прошлого года местным жителям удалось снять на видео сразу несколько нл спустя несколько дней бесследно пропал турист причем там где пропасть казалось бы невозможно среди бела дня на глазах у жителей деревни человек как будто испарился там отдыхающие были там за озером он пошел гулять и пропал милиция искала с собаками вот идет человек идет за ним другой человек и считает просто второй человек стоит на месте он ничего не может понять ежегодно по всему миру пропадает без вести более двух миллионов человек это население крупного города большая часть приходится на несчастные случаи и преступления но иногда люди пропадают без всяких видимых причин и при совершенно загадочных обстоятельствах это явление принято называть феноменом бесследного исчезновения людей единственное исследование в этой области проводилось в семидесятые годы двадцатого века полученные данные шокировали общественность оказывается на территории бывшего советского союза ежегодно без видимых причин исчезала 25 тысяч человек статистика по миру не лучше в англии 20 тысяч человек в италии 15 тысяч в такие случаи исчезновения людей они носят достаточно системный характер например только в россии теряется безвозвратно более десятка тысяч человек в год это достаточно большая цифра специалисты считают версия похищения пришельцами имеет такое же право на существование как и другие властям остается только констатировать в течение 2011 года на территории Республики Карелия пропало 618 граждан 40 граждан из них пропало в лесу 62-24 граждан остается не установлены кто и зачем похищает людей ответ на этот вопрос могут знать только те кому посчастливилось вернуться далее в программе круги на полях тайна раскрыта это не след механического воздействия это не след мотокультиватора уникальный эксперимент программы какое-то высокочувствительное воздействие о чем молчат контактеры они пытаются оккупировать землю я раскрою все тайны 18 июня 2011 года на пшеничном поле в пригороде Киева местные жители обнаружили странные узоры прижатые к земле колосья образовывали 8 кругов абсолютно правильной формы диаметр самого большого из них был 12 метров исследователи НЛО поспешили сразу же объявить здесь приземлялся космический корабль пришельцев это не след механического воздействия это не след мотокультиватора либо мотыги и так далее для того чтобы сделать формацию общим размером приблизительно 60 на 50 метров на поле нужно иметь сложное геодезическое оборудование и кроме того это не может остаться незамеченным для близлежащих сел за один день это вновь таки не делается происхождение загадочных узоров во все времена становилось темой для жарких дебатов с общепринятой точкой зрения их автором может являться только человек но объективная реальность говорит о другом если приглядеться к голоскам которые образовали рисунок то можно заметить стебель каждого из них согнут необычным образом такое впечатление что хрупкая пшеница на время стала мягкой как пластилин каким образом в результате какого воздействия произошли изменения клеточные здесь ну это еще установит исследование естественно но этот феномен действительно загадочен редакция программы тайны мира удалось достать несколько стеблей пшеницы из которых были выложены узоры на поле под Киевом мы отнесли их на экспертизу в московскую аграрную академию имени Тимирязева суть эксперимента определить предел прочности растения если стебель прижали к земле ногой палкой или колесом трактора его внутренняя прочность не изменится а если на стебель было оказано не механическое воздействие например термальное или высокочастотное его прочность упадет в два раза фактически прочность образцов из круга она оказалась в два раза меньше это явно не катки или какие-то там группа солдат которые притаптывают результаты опыта прочность стебля пшеницы взятого из узора на поле в два раза ниже чем у обычного стебля значит круги на полях образовались в результате немеханического воздействия какого же возможно за счет какого-то вот воздействия температурного или я не знаю энергетического какого-то либо вот высокочастотного воздействия либо может быть что-то в этом но в результате теплового воздействия сухая пшеница должна была вспыхнуть как фитиль а высокочастотное воздействие на сегодняшний день применяется в основном в СВЧ-печах масштабного генератора способного распространить СВЧ-излучение на километры не существует это появляется значит это кому-то нужно вот это самая главная проблема и нужно разобраться кому это нужно и каким инструментом это выполняется потому что отсюда может быть поняв инструмент можно будет говорить о целях неужели 18 июня 2011 года на пшеничном поле под Киевом совершил посадку инопланетный корабль нам удалось отыскать в столице Украины женщину которая утверждает что именно в этот день в ее жизни произошли необъяснимые события киевского врача Светлану Мамайсур похитили из собственной квартиры женщина рассказывает глубокой ночью она проснулась от необъяснимого приступа страха и услышала голос который велел ей встать с постели и выйти на балкон по словам Светланы непонятная сила перенесла ее в некую лабораторию рядом с собой она видела других похищенных на нескольких операционных столах проводились жестокие опыты женщина в ужасе ожидала своей очереди они мне показали что они делают с людьми это был какой-то англоязычный человек вот они брали у него пробы вот и он сильно кричал потому что все делалось без анестезии то есть пункция делалась там кожная биопсия пупочные брюшные там пробы все вот он кричал очень сильно он был как распят то есть руки были зафиксированы и ноги и голова вот он кричал по-английски вот ну и потом он затих светлана понимала все эти испытания ожидают и ее в этот момент она потеряла сознание очнувшись дома в своей постели женщина решила что ей приснился страшный сон но руки были сильно исцарапаны а на ногах оказались следы от порезов через несколько дней кошмар повторился они попытались меня обездвижить я так подозреваю что именно в тот момент мне были внедрены чипы вот потом а потом они уже меня просто использовали как и всех это были просто пробы с каждым днем светлане становилось все хуже депрессия угнетенное состояние и отсутствие физических сил впечатление что кто-то в прямом смысле слова качал из нее жизненные соки сколько было похищений она уже не помнит но как выглядели ее мучители Светлана никогда уже не сможет забыть это небольшие человечки ну метр двадцать метр тридцать ростом вот вот они в общем-то гуманоиды но на людей очень мало похожи серая кожа они бесполые сейчас уже совершенно огромные головы вот эти вот ну вот их рисуют часто этих серых вот и мне говорили что не стоит с ними общаться они лживые вот они обманывают людей и они как бы пытаются оккупировать землю им не к свой интерес здесь далее в программе что забыл инопланетный хирург в голове женщины это могут быть как и обычные тусочки металла стекла и так далее как извлекать чипы пришельцев они достаточно были глубоко внутренние и космическая одиссея экс-президента государства уже не будет через сто лет мы это можем я раскрою все тайны однажды принимая ванну Светлана Мамайсур почувствовала резкую боль в переносице а вслед за этим из ее носа выпали два металлических куба размером не больше миллиметра через неделю ситуация повторилась после выхода первой пары я почувствовала что мой мозг опять принадлежит мне после выхода второй уже вопросов просто не было вот эти небольшие металлические квадратики как в организм Светланы попали инородные тела она не понимает чтобы выяснить природу пластинок женщина отдала их на экспертизу в Киевский институт материаловедения имени Патона Эксперты которые проводили изучение в институте Патона были самые весьма задаченные как могло организовать здорового взрослого человека тем более закрытую полость носоглотки потому что они выходили не так что человек высморкался а в ходе кровотечения то есть нарушения сосудистой системы то есть они достаточно были глубоко внедрены вот результаты исследования артефактов находившихся по словам Светланы в ее теле металлические предметы сделаны из высоко углеродистой стали этот сплав применяется только в тяжелой промышленности например для производства сверхпрочных резцов для станков попасть в организм человека естественным путем эти предметы никак не могли эксперты также пришли к выводу что металлические тела не похожи на осколки какого-то большого изделия если вы что это какие-то осколки то есть допустим ну развалился бы резец где-то бы разлетелись осколки во-первых человек не помнит таких случаев когда он мог оказаться под воздействием такого фактора во-вторых все-таки странно слишком правильная форма этих фрагментов такое впечатление что они изготовлены сознательно искусственным путем мы попытались выяснить какую продукцию производят из стали именно этой марки эксперты уверенно заявляют по крайней мере на территории СНГ и восточной Европы такая сталь не используется нигде и никогда такие стали достаточно редкие если бы кто-то хотел подделать такие артефакты и так далее он бы выбрал мягкую сталь которая используется допустим для скрепок возможно Светлана не извлекла эти предметы из своего тела она шла на свалке черного металла эксперты уверены в обратном на металле характерные следы коррозии ржавчину вызвали человеческая кровь и лимфа этот случай входит в цепочку уникальных случаев которые имели место по всему миру в Соединенных Штатах Америки в Европе когда у людей в организме не обязательно носовой полости иногда под кожей иногда прямо в непосредственно в костных массах обнаруживались различные изделия вроде бы технического происхождения в том числе довольно иногда специфическая форма напоминающая прямо изделия радиоэлектронной промышленности с необычными свойствами которые некоторые имели свойство самоликвидации сразу после извлечения неужели кто-то намеренно внедрил в тело Светланы Мамайсур частицы из редкого сплава Светлана с ужасом вспоминает свои ночные кошмары она утверждает что точно помнит как именно выглядит дом куда пришельцы свозят похищенных людей помещение было бетонное абсолютно земное то есть на поверхности это был какой-то одноэтажный домик а внизу большой-большой там несколько этажей внизу а вот так она описывает опыты которые внеземные исследователи ставят над людьми в секретной лаборатории то есть я даже не допускала что можно вычленить сосудистую систему в полной целостности сохранив даже капилляры а они это могут но когда я это увидела я поняла что поскольку капилляры сосуды были слишком эластичные то есть либо человек только сейчас умер либо это еще был живой человек вот с которого это вычленялось президент шахматной федерации фиде и бывший глава республики калмыкия керсан и люмжинов утверждает что точно так же был похищен пришельцами и доставлен в некую лабораторию мы зашли и такие такой большой зал как футбольное поле и люди которые там ходили что-то делали никто не обращал внимания меня сопровождал ну так назовем там человек или инопланетянин по словам керсана и люмжинова его похитили в сентябре 1997 года ночью с постели его поднял голос и велел выйти на балкон я встал как бы на подоконник невысокий и пошел по этой трубе почему-то захотелось посмотреть хотя не лунатик нормально так и даже и не пил по словам экс-президента калмыкии гуманоидные существа в балахонах доставили его в некую научную лабораторию где проводились необычные опыты я увидел что мы где-то находимся вот ну не на земле черное такое пространство какие-то приборы там они вот достают там роботов я видел я у них спросил их а вы откуда прилетели они сказали что-то там я даже не запомнил эти цифры что происходило дальше керсан не помнит говорит что потерял сознание в памяти осталась только одна фраза верните меня домой мне завтра самолет понедельник неделя молодежи самоправления в калмыкии в листе должен быть я же начитался в этих фантастических книгах я говорю тут у вас час пройдет а на земле сто лет я прибуду 2130 в каком-то году а там никого не будет такого молодежи самоправления может быть ни республики ни государства уже не будет через сто лет кому я там нужен по словам главного шахматиста мира пришельцы его больше не беспокоит далее в программе закрытая информация НЛО невидимки снили тактику и стратегию секретная база пришельцев прилетели сюда устроили здесь свою базу и почему НЛО предвестник апокалипсиса что-то садилось и самым черного было я раскрою все тайны термин НЛО появился только в двадцатом веке но первые неопознанные летающие объекты люди начали наблюдать тысячи лет назад историк карельского научного центра Юрий Саватеев уверен жители северо-запада России живут рука об руку с пришельцами уже не одно тысячелетие свидетельство тому хранятся в музее под открытым небом на берегу Онежского озера вот эти камни представляют особый интерес это не копии а петроглифы подлинные такими такие какими они были на месте в натуре эти наскальные изображения датируют седьмым тысячелетиям до нашей эры первобытный человек не пытался поразить своих современников художественным дарованием или глубиной воображения он всего лишь фиксировал то что видел каждый день повседневную жизнь своего племени сцены охоты сбора урожая разжигания костра все это мы видим на более чем сорока наскальных рисунках петроглифах но что изображено здесь тогда это инопланетяне прилетели сюда устроили здесь свою базу и вот они здесь все это все это создавали а потом наверное улетели раньше считалось что первобытные художники рисовали злых духов возможно но в двадцатом веке человечество прокладывает себе дорогу в космос появляется одежда космонавтов скафандр и термокомбинезон и теперь значение первобытных рисунков кажется совсем иным выглядит так словно наши далекие предки имели регулярные контакты с внеземными цивилизациями если судить по мифам и легендам многих народов намерения пришельцев были совсем недружественными и жители земли для посланников с других планет были чем-то вроде подопытных животных не воспринимая нас всерьез как космическую разумную цивилизацию ударение делаю на разумной воспринимая нас как подающую надежду дикую цивилизацию не организованную те кто хочет с нами контактировать выбирает не одного единственного представителя главного главу землян такого нет выбирает по отдельности того кого им нравится исследователь аномальных явлений Андрей Скляров сам не раз наблюдал НЛО по его теории визиты пришельцев носят не случайный характер все это часть грандиозного эксперимента над землянами который продолжается уже много тысяч лет чем же человечество заслужило столь пристальное внимание ученый уверен люди это биологический вид созданный инопланетными гостями если собрать воедино то что нам известно сейчас по генетике по физиологии по психологии человека в общем я больше склоняюсь к версии шумерских легенд что человек является неким производным взяли местную заготовку представители совершенно другой высокоразвитой цивилизации инопланетной взяли местную заготовку и получили то что вот у нас считается современным человеком в доказательство своей теории Андрей скляров приводит тот факт что на планете земля существует множество свидетельств присутствия в прошлом некой высокоразвитой цивилизации в поисках ее следов исследователь организовал не одну экспедицию мы в разных уголках планеты находим следы высокоразвитой в техническом отношении цивилизации то просится какие-то технологические версии но даже нам в общем придумать с уровнем современных технологий какие-то версии очень сложно египетские египетские пирамиды ритуальные строения индейцев инка из южной америки все это с точки зрения исследователей не могли построить люди при помощи примитивных орудий труда медных пил и каменных молотков слишком плотные твердые породы чтобы в таком массовом количестве их могли обработать медными или даже бронзовыми инструментами ну просто на мой взгляд не хватило бы бронзы но если не люди то кто видимо те кто обладал высокими технологиями а при таком затратном строительстве должны были остаться следы промышленного производства орудий труда а вот следов производства мы не видим нигде если тысячи фактов мы уже нашли применение высокотехнологичного оборудования или там инструментов каких-то то по производству нет ни малейших следов спрашивается где производство значит за территорию планеты земля значит мы уже имеем цивилизацию где-то разместившееся производство на другой планете о богах которые спустились с неба рассказывают мифы многих народов от африканских догонов до древних шумеров человечество наоборот было создано из глины вышло из земли причем создано именно богами в поэме инумма и лишь или сказание сотворение мира упоминается о том что бог мардук это верховный бог уже вавилонского пантеона создал людей для того чтобы они взяли на себя работу богов и те могли отдохнуть далее в поэме подробно описывается сам процесс создания человека люди были созданы богами в ходе серии неудачных экспериментов мы бы сейчас спросили бы речь о генетических экспериментах о генетическом скрещивании или о генетической модификации скажем так некой местной там говорящей мартышки за счет генов богов да получалось это не с первого раза неужели человек это продукт генной инженерии пришельцев невероятная теория но куда делись боги или представители высокой развитой цивилизации сменили тактику и стратегию почему они обязательно должны действовать все время одинаково мы меняемся тысячи лет прошли наши интересы меняются почему не могли измениться их интересы например мы им стали безразличны или например у них отпала потребность скажем так непосредственно нами управления авария на чернобыльской аэс считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий катастрофы свыше 115 тысяч были эвакуированы из 30-ти километровой зоны отчуждения киевский фотокорреспондент владимир собран по заказу редакции газеты в которой он в тот момент работал приехал на чернобыльскую аэс за две недели до катастрофы дежурный сюжет о работе станции но вернувшись обратно он обнаружил что-то невероятное когда я проявил пленку и готовил к печати снимки значит на самом отпечатке я заметил что-то непонятное значит в институте смотрели под микроскопом и признали что на негативах ничего там подвоха никакого нет это действительно заснято то что было там на месте но тогда владимир не придал особого значения этому фотокадру и убрал его в дальний ящик мало ли что в небе летает вспомнить о снимке пришлось сразу же после страшной аварии нам в редакцию приходили люди которые видели которые говорили что видели НЛО и видели какие-то непонятные объекты и видели людей которые появлялись ни с того ни с сего в Чернобыле их видели что они ехали в машине а эти люди находились где-то бог знает где видели что как бы что-то садилось в самом Чернобыле исследователями подмечен интересный факт накануне глобальных катастроф и катаклизмов люди замечают в небе НЛО неопознанные летающие объекты видели и сразу после аварии на японской аэс фукусима-1 в марте 2011 года НЛО видели в небе Нью-Йорка 11 сентября 2001 и над мексиканским заливом 20 апреля 2011 года сразу после аварии на нефтяной платформе они оберегают предупреждают а может быть провоцируют катастрофы или направляют историю человечества по своему умыслу и у нас нет возможности им помешать людям называющим себя контактерами в обществе часто относятся предвзято как знать ведь с точки зрения современных представлений об устройстве вселенной шансы на то что мы одни в этом огромном мире практически равны нулю и так так так